Задыхаясь от напряжения и ощущая, что сила моя на исходе, я последним усилием мускулов потянулся на руках и грудью упал на площадку, усеянную мелкими острыми камнями. Сегодня мы читаем приключенческую повесть куйбышевского писателя Эдуарда Михайловича Кондратова «По багровой тропе Вальдорадо». Эта повесть впервые увидела свет в нашем городе более полувека тому назад и с тех пор не однажды переиздавалась. И эта повесть Кондратова и другие его книги были не просто любимы куйбышевцами, их читали запоем и взрослые, и дети. Итак, возвращаемся в 60-е и в эпоху великих открытий нового света. Я конквистатор в панцире железном, я весело преследую звезду, я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду. Ложбина, в которой раскинулся наш лагерь, ничем не напоминала приветливые горные долины моей родины. Хоть сам я и не часто бывал в испанских перенеях, раза три еще мальчишкой ездил вместе с отцом к его старому другу. Но в памяти моей живо сохранились зеленые лужайки с яркими цветами, густыми кустарниками и могучими деревьями. Здесь же перед нами расстилалась однообразная пустынная местность, больше похожая на дно ущелья, чем на долину. На скудной почве росли только чахлые кустарники и кактусы, огромные шипы, которых были очень похожи на ножи и напоминали мне о какой-то скрытой угрозе. А совсем рядом, как будто бы семейство разъевшегося торговца, гнездились шары кактусов другой породы, от огромных в величину человеческого роста до крохотных. И если я видел перед собой зеленые островки, то желания прилечь они не вызывали. Это кактусы прижались к земле, ощетившись иголками. Солнце светило мне в спину, и моя тень легла рядом с тенью скалистого гребня, находившегося позади меня. Взглянув на нее, я вздрогнул. Мне показалось, что верхушка тени как-то странно шевелится. Вскочив, я оглянулся на скалу. Нет, там не было ничего подозрительного. Наверное, это движение воздуха колеблет тень, и мне что-то кажется. Но в следующее мгновение я еще раз внимательно смотрелся вдаль. Сомнений не было. Это был индейец. Только мгновение удалось мне выиграть благодаря нехитрой уловке. Но и мгновение оказалось достаточно для того, чтобы убедиться, что движущиеся тени на вершине скалы — не обман зрения. С предельной отчетливостью я увидел силуэты двух обнаженных человеческих фигур с развивающимися на ветру длинными лосами и с копьями в руках. «К оружию! Индейцы!» — зычно крикнул мой товарищ, и, выхватив шпагу, описал над головою сверкающий круг. В тот вечер закончился мирный этап нашего перехода через горы. С тех пор нам не было покоя ни днем, ни ночью. Пробил час, и наша вера в благополучный исход нашего путешествия дрогнула. Это случилось, когда мы спустились в долину, зажатую с обеих сторон отвесными скалами. Впереди дорогу нам отрезало многочисленное племя индейцев. Но идти назад тоже было не менее бессмысленно. Мы спустились в долину единственно возможным путем. К тому же сзади нас подстерегали индейцы, которые шли за нами следом. Уныние и полная равнодушие охватило наших солдат, когда они поняли, что каменная ловушка заперта со всех сторон. Против огромных камней мы были бессильны. И сунься мы на прорыв, индейцы тотчас перебили бы нас всех. И уж совсем мы приуныли, когда начались дожди. Они были настолько обильны, а влага была всепроникающей. Так, что нам каждый день приходилось сдирать ржавчину со сбруи и пряжек наших коней и с оружия. Здесь, в этом каменном капкане, в который мы попали, нам впервые пришлось испытать голод. Уже на второй день нашего каменного плена было съедено последнее зернышко маиса. А утром следующего дня мы впервые попробовали суп из кожаных ленточек, вырезанных из съедел. Положение становилось все более и более нестерпимым. И солдаты все более дерзко требовали пустить в котел оставшихся немногих лошадей. На восьмые сутки нашего заточения среди скал, когда уже смеркалось, в нашу маленькую хижину, которую мы соорудили из плоских камней для защиты от ливней, заглянул капитан. Он поманил нас пальцем, подождал, пока мы выйдем наружу, а затем повел за собой к широкой расселине в скале, куда не попадали струи дождя. С жестом он приказал нам сесть на землю и сам улегся рядом. Обычно подтянутый, молодцеватый, в ту минуту капитан выглядел усталым и удрученным. Как и все мы, он был страшно худ, а от его некогда щегольской одежды остались рваные клочья. «Едва наступит ночь, вы должны выступать», — сказал он нам. «Никому ни слова. Обвяжите копыт коней тряпками. Готовьтесь в путь и ждите». Через два часа, когда все вокруг покрылось непроницаемой мглой ночи, мы покинули лагерь и начали движение к роковой тропе. Проехали мимо закутавшийся в индейский плащ фигуры капитана и двинулись дальше. Счастливого пути услышали мы тихий голос за своей спиной, но не ответили. Теперь каждый лишний звук мог сорвать все наши планы. Меж тем дождь все усиливался. Мне казалось, что не только одежда, но и сам я тоже насквозь пропитан влагой. Ручьи бежали по голове, щекам, шеи, споги тоже были насквозь пропитаны водой, и ноги разъезжались. Будет ли конец этой проклятой тропе, думал я, будет ли конец нашим мучениям? Внезапно тропа резко пошла вниз. Идти стало еще труднее. Я обнял обеими руками замотанную морду коня и стал продвигаться еще осторожнее. Но вот мои руки в темноте нащупали какое-то препятствие. Это были ветки, из которых был сложен шалаш. Я замер, прислушиваясь. И вдруг совсем рядом, в пяти шагах от себя, услышал спокойные голоса индейцев. Одни из них говорили где-то чуть правее, а другие, наоборот, левее, где, по моему мнению, и должна была находиться роковая тропа. Значит, пропасть была уже позади. С величайшими предосторожностями я достал из ножен меч и стал ждать. И тотчас почувствовал, как чьи-то руки коснулись моей груди. Монотонный шум ливня скрыл и свист моего меча, и глухое падение чего-то тела. Так закончилось мое знакомство с суровыми горами негостеприимной индейской земли. На далекой родине, не считая о славных подвигах на индейской земле, я представлял себе испанского конкистадора, одетым в блестящие латы, в расшитой жемчугом одежде, на сытом, украшенном золоченой сбруей коне. Но пришло время, и я убедился, как не похожи были мои детские грезы на действительность. И все же, положа руку на сердце, я не жалел, что выбрал этот путь. Глубокая вера в правоту великого дела конкисты вселяла в мою душу мужество, а неутоленная жажда приключений заставляла мечтать о продолжении трудных походов. И трудности походов не заставили себя ждать. Это случилось под вечер, когда наш отряд, с великим трудом прорубив себе дорогу через заросли, вышел к озеру. Убедившись, что обходная дорога слишком велика, мы решили преодолеть озеро вброд. Легко скользнув в воду, мы стали двигаться вперед, направляясь к огромному толстенному бревну, лежавшему в нескольких метрах впереди нас и чуть-чуть выглядывшему из воды. Это бревно могло помешать нашему движению. И шедший впереди поднял шест и легонько толкнул им это бревно. И тут произошло такое, что я буду вспоминать это до самой своей старости. Гладкое бревно вдруг изогнулось в воздухе, и мы увидели огромную красную пасть дракона. Изрыгая шипение и сверкая глазами, дракон уставился на посмевших потревожить его людей. На этом мы прервем наше путешествие в приключенческую повесть Эдуарда Кондратова по Багровой тропе в Эльдорадо и в эпоху великих открытий Нового Света. Найдите эту повесть в библиотеке, прочитайте ее сами, прочитайте вашим детям и внукам. Я уверен, что это путешествие всем запомнится. А сейчас будьте здоровы и до следующей встречи. Как смутно в небе диком и беззвездном Растет туман, но я молчу и жду И верю, что любовь свою найду Я конквистатор в панцире железном С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова